Добрые поступки, сделанные бескорыстно, всегда удивляют и воодушевляют. Именно такие моменты в этом видео. Мужчина по имени Билл Коннор проехал гонку длиной в 3000 километров, чтобы почтить память своей погибшей дочери. В конце гонки он встретился с мужчиной, которому было пересажено сердце девушки и не смог сдержать слезы. Кот оказался в водоканале, а спасатели долго не понимали, как ему помочь. Как вдруг одна девушка разделась и поплыла спасать пушистика. Решение проблемы оказалось намного проще. Дети выучили фразу «С днём рождения» на языке жестов, специально, чтобы поздравить глухого школьного сторожа. При виде этого мужчина не сдерживал эмоции. Во время поездок в метро парень всегда носит с собой складной стульчик, чтобы предложить место кому-то обделенному сиденьем. Он убежден, что так делает мир лучше. Из-за обрушения пожилой мужчина потерял свой дом, где прожил 77 лет своей жизни. Но спасатели продолжали раскапывать руины, пока не вытянули оттуда нечто не менее ценное – любимого щенка. Этот мальчик более года боролся с лейкемией. Когда всё-таки удалось победить болезнь, все дети из школы решили устроить ему тёплый приём. Спустя 13 лет совместного проживания парень попросил своего отчима об усыновлении. Это стало сюрпризом даже для матери, которая не смогла сдержать слёзы. Жеребёнок Жеребёнок съехал в канаву и стоял там, пока снаружи металась его обеспокоенная мать. Неравнодушные прохожие помогли малышу выбраться. Когда пса из приюта для бездомных решили забрать, животное было вне себя от радости. Теперь у него будет своя любящая семья. На протяжении долгих трёх лет мужчина работал в другой стране, очень скучая по своим родителям. Вернувшись на родину, он решил устроить родным сюрприз, притворившись официантом в их любимом ресторане. Реакция матери бесценна. После удачного сыгранного матча баскетболисты по очереди подбегали к матери их погибшего напарника по команде, чтобы выразить ей поддержку. Получилось крайне трогательно. Находясь под мостом, прохожий случайно обнаружил место, где бездомные хранят свои скудные запасы еды. Вскоре он вернулся туда, чтобы оставить им дополнительное количество припасов. Из-за ограниченных физических возможностей этой девочке тяжело жить обычной жизнью. Но её сверстниц это совершенно не волнует, и они любят брать малышку в свои игры. Отыграв представление, исполнитель главной роли совершил кое-что из ряда вон выходящее. Он решил сделать своей партнёршей по роли, в которую был давно влюблён, предложение руки и сердца. Девушка явно не ожидала такого. Когда-то давно на семейную съёмку попал момент, как бабушка танцует со своей маленькой внучкой на руках. Когда девушка выросла, она решила повторить этот момент, только поменявшись ролями. Мужчина по собственной инициативе решил прочистить водосток, чтобы избежать стояния у воды на дороге. Подобные поступки и делают нашу планету лучшим местом. Мужчина за рулём автомобиля потерял сознание. Но его транспорт продолжал движение. Сразу одна девушка, а затем и другие неравнодушные смогли остановить автомобиль. Из-за вынужденной жизненной ситуации парню пришлось пристроить свою любимую собаку в другую семью. Когда они спустя два года всё же встретились, пёс показал хозяину всю полноту своих нежных чувств. Животное буквально не может поверить в своё счастье. Каждый день пожилая женщина разогревает с помощью феноавтомобильное кресло своего внука, чтобы его сидение было тёплым. Из таких мелочей и создаётся забота. По случаю наступающего Рождества, девушка гуляет по подземному переходу и раздаёт бездомным подарки. По её словам, это занятие приносит радость. Полицейский в пылу погони забыл поставить свой автомобиль на ручник, и тот стал катиться. Аварии было не избежать, но хозяин этого видеорегистратора быстро разобрался в ситуации. Девочка с аутизмом вторглась в игру детей, потому что любит играть с мячом. Ребята пошли ей навстречу и принялись играть по её правилам. Мужчина решил поддержать своего отца, борющего с онкологическим заболеванием, и побрел свою голову. Иногда поддержка родных приобретает неожиданные формы. Из-за стройки пляжа черепахи потеряли свой маршрут для попадания в море. Неравнодушные люди решили их отнести к береговой линии, чтобы они смогли уплыть. Услышав странный звук из трубы, мужчина решил её вскрыть. Оказалось, что внутрь провалилась птица. Теперь она сможет улететь к себе в гнездо. Грабители разбили окно и пробрались в магазин. Случайный прохожий сразу заподозрил неладное, когда увидел повреждение. Он дождался и смог нейтрализовать одного из гангстеров. Танет женихе с матерью – важная часть любой свадьбы. И позже женщина не может ходить, её сын не мог не разделить такой трогательный момент с той, которая дала ему жизнь. Дети подарили бабушке подушку с изображением её умершего год назад мужа. Она буквально не смогла сдержать слёзы. Парень в инвалидной коляске попросил родителей привезти его на дискотеку. И группа женщин захотела с ним потанцевать. Иногда такие ситуации приносят искреннее счастье. Спасатели сделали всё возможное, чтобы спасти енота, застрявшего головой в банке. Малыш точно был рад внезапному освобождению. Мужчина увидел бездомного, спавшего на улицу, и позвал его разделить трапезу с ним. Чтобы сделать чей-то день лучше, нужно так мало. Офицер полиции помог слепому упавшему возле дороги. Такие поступки достойны уважения. Во время морского круиза туристы увидели черепаху, испытывающую трудности. Достав животное из воды, они обнаружили, что она запуталась в браконьерских тросах и освободили рептилию. После ночных заморозков лебедь вмерз в лёд и потерял способность двигаться. К счастью, неравнодушные жители вызвали спасателей, и те помогли птице выбраться. Девочка в жаркий день принесла рабочим по бутылочке с водой, чтобы выразить им благодарность за работу. Они точно были рады такому проявлению доброты. Семья часто проезжала через мост, где сидел изнемогающий от холода бездомный. Чтобы облегчить его жизнь, они купили ему новенькую тёплую куртку. Водитель вертолёта заметил на дереве чей-то застрявший самолётик. Игрушка пробудила в мужчине вспоминания о собственном детстве, поэтому он решил снять самолёт и вернуть ребёнку. Иногда в помощи нуждаются высокие технологии. Девушка помогла роботу-доставщику преодолеть кучу снега, который тот не мог проехать. Ребята увидели мужчину, грустно мокшего под дождём возле супермаркета. Они не только дали ему зонтик, но и поделились продуктами. Перевозчик рассыпал несколько ящиков бананов. Проезжавший мимо парень стал помогать собирать их в ящик. Достаточно скоро к нему присоединились и другие люди. Иногда добро делать проще, чем кажется. Если каждый станет немного добрее, мир в сто крат станет лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова